книга открытым оком том 26 тема политика вопрос 3765 почему русские люди из-за границы не возвращаются на родину отвечает игнатий тихонович лапкин нет уверенности что завтра снова не захлестнет все репрессиями здесь и житья никакого нет от пьяни от вратства и прочего что выпистывали коммунисты и органы власти россии ставит большие препятствия при оформлении въезда и так далее хотя я знаю что некоторые уехавшие в годы перестройки уже готовы были бы вернуться на родину они там вкусили благ той масонской цивилизации поняли насколько бесправны там родители и особенно мужья и все так протравлены там масонами что истинному христианству великие препятствия строится скобках в америку кушнерчаку мир вам николай иванович и вашей семье и вашим друзьям записи азарова михаила ивановича нам очень понравились а рассказы бойко н.е. я тиражировал и распространял сам еще раньше во многих экземплярах наши записи были записано много чище ваших сие свидетельство михаил ивановича если где на бумаге книги оно настолько мне понравилось что я решил перепечатать его и издать в книге своей хотя бы страниц на 35 выборочно посылаю четыре диска DVD там многое найдете а отдельно один диск там беседа в городе фрунзе была и там говорит ваш отец других записей с его голосом не нашел в книге для слова божия не туз в кавычках вы найдете описание нашей деревни лагеря стана наших занятий сюда надо мной в пятнадцатом томе открытым оком 74 свидетельства как люди пришли в нашу общину как уверовали в иисуса христа пересылка дорого стоит недавно мы посылали простите недавно мы посылку в армению проводили с книгами она обошлась только за пересылку 100 долларов это половина моих книг теперь нужно еще одну посылать еще столько же не считая стоимости самих книг но обращением новых душ все окупается старично мною выпущен свет издан трехтомник нового завета с толкованием каждого стиха святыми отцами церкви христовой и с толкованием книги откровения иоанна богослова каждая книга по 752 страницы ваш отец иван данилович был на процессе надо мною в 1986 году в июле августе так что он был среди сочувствующих сохранилась и такая графия где он среди вышедших после суда отец ваш приезжал уже из америки ко мне и очень жаловался на своих баптистов которые взяли у него в долг три тысячи долларов и не отдали ему конечно это не столь великие деньги но ему было обидно я только за один последний месяц заплатила за издание своих книг 17 тысяч долларов хотя я получаю пенсию в переводе на доллары 65 долларов в месяц этих денег не хватает даже на плату за жилье но у меня все есть я преизобилу моим господом и за семь лет последних уже издал 32 книги разве это не чудо сейчас действует уже программа президентская о привлечении иммигрантов русских на родину но как и через кого это я не знаю им дают деньги какие-то на перевоз багажа и переезд и еще на устройство этой программе уже почти два года узнайте там в посольстве поточнее храни вас господь бог как получите сразу сообщите игнатий 10 0 3 0 8 плач иеремия 1 20 цитата возри господи ибо мне тесно волнуется во мне внутренность сердце мое перевернулось во мне за то что я упорно противился тебе от вне обещал меня меч а дома как смерть книга исаи 16 3 цитата составь совет постанови решение осени нас среди полудня как ночью тенью твоею укрой изгнанных не выдай скит не выдай скитающихся потоп окончился и отошла вода сокрылась вглубь земные недра забылась и затерлась горе без следа не бредни а лагана память вредным напрасно тужится глупцы и тунеядцы по наблюдению смотрят за погодой а леденение пророчит очень ясно об атмосфере ни к чему не годный что потепление растопит полюса и океан утопит континенты тайфуном смерчем сутками плясать и избавления от потопа нету так говорят и пишут мудрецы учеными их нарицает челец но кто они их всех перетряси такие мягко бедным не постелют но радугу знамения всеми цветия бог иегова распластал по небу знак милости и пусть умолкнет скептик и не пророчествует с пьяну и со слепу бог милосерд и любишь на наш господь не наведет всемирного потопа дожди из серы копоти кислот прольются язвами с нарывами всескопом и далее при самом при конце огня лавина как при извержении и дьявол скованный на время скинет цепь потоком хлынет все для устрашения дабы покаялись и к богу обратились христа спасителем приняли добровольно творец с избытком изливает милость тому кто всюду оказался проклят любуйся же рассветом и закатом луну и звезды примечай в просветах момент молитвенный для размышления схватим для зимних дней накопят лишь аскеты 28 января 2008 год Игнатий Тихонович Лапкин